Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, добрый день. Всем большое приветствую. Смотрит и слушает первый, единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Что у нас там сегодня? Смотрим на календарь 8 февраля. Собственно, весна-то не за горами. И давным-давно уже пора задумываться и девушкам, и молодым людям, и женщинам, и мужчинам о том, собственно, в чем мы будем с вами наряжаться, в чем будем существовать, в чем отправляться на работу. В общем, о моде я сейчас говорю. Я очень рада вам представить свою сегодняшнюю гость. У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Космополитен Шопинг» Татьяна Максимова. Тань, привет. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день всем. Спасибо тебе большое за то, что ты нашла время, пришла к нам, поговорим о моде, как уже сказала, конечно, о журнале. Начнем, наверное, пожалуй, даже именно с журналом, потому что именно с твоим появлением, можно так сказать, «Космополитен Шопинг» этот журнал пошел, во-первых, в большом формате, так называемый, во-вторых, попрел глянец наконец-таки. Да-да-да, так и было. Скажи, пожалуйста, ты как-то к этому имеешь отношение? Да, это было одно из первых моих... Условий. Да, условий практически, когда я приняла решение возглавить этот журнал, и то, что первое я захотела сделать, потому что журнал про моду, про вещи, и он должен быть в большом формате и красивый. И надо сказать, у тебя большой опыт работы в глянце. Да, в глянце большой уже опыт. Во многих журналах. Да, уже практически 15 лет. Даже сама не предполагала, когда начинала, что так надолго затянет. Ну, хорошо, скажи, пожалуйста, а тебе пошли навстречу, значит, как-то это было принято решение все-таки поддержать эту идею, но и вот уже мы наблюдаем, значит, там два года, приблизительно, больше, три, наверное, да, историю в глянце. Как тебе кажется, дело пошло? Пошло, и это не голословное утверждение, потому что есть официальные цифры, у нас выросла аудитория, и, собственно, она продолжает расти, что, в общем, на рынке печатной продукции действительно хороший результат. И я это связываю с тем, что раньше был маленький формат, потому что читали в основном в метро, в транспорте и так далее журналы, и как будто было бы удобнее в сумку положить. Сейчас все равно так же в метро уже все равно читает интернет, а журнал это остается предмет такой для себя, когда ты садишься дома, расслаблен, никуда не торопишься. Мне вот очень нравится все равно, и никакой даже гаджет не пролистать, да, но вот все-таки другое ощущение совершенно. Да, да, я абсолютно с вами согласна, потому что все равно, ну, как бы картинка на экране, она мелькает, у тебя все равно масштаб ты не можешь соотнести, печать все равно другое дает, качество более приближенное к тому, как вещь действительно выглядит. В жизни, чем экран телефона. Так что я в этом плане оптимистично настроена насчет принта, что будет жить, и жить долго, я надеюсь. Ну, в общем, да, я думаю, что многие теперь даже, если кто-то вдруг еще и не знает, не обращал внимания, то теперь уже по-другому посмотрят тоже на этот журнал, встретив всех где-то в магазинах там или в журналах. Тем более, что мы все знаем абсолютно, что это, ну, наверное, можно выразиться незаменимый гид совершенно по покупкам журналов. И самое главное, практичный. Вот я всегда настаиваю на том, что мы в первую очередь делаем не какой-то абстрактный журнал об абстрактной моде, как моде об искусстве. Хотя я очень люблю, конечно, моду как искусство, как часть вообще мирового искусства, потому что она неотъемлемо с ним связана. Но наш журнал, он в первую очередь практичный. Я хочу, чтобы девушка, женщина, которая его купила, она поняла, что носить, как носить, что подойдет конкретно ей. Мы очень много даем практичных советов относительно фигуры, рода занятия, возраста, как одеваться в соответствии с трендом, в соответствии с собой, и как с помощью одежды, в принципе, выразить себя. Вот это моя основная задача, наверное. Кроме всего прочего, это еще экономия времени получается колоссальная, да? Да, потому что мы всегда пишем цены. Служает выбор немножечко, да, ты примерно прикидываешь, куда можно пойти, маршруты целиком. Но в журнале же не только речь идет о моде, но еще и о здоровье, о красоте, и, боже мой, о аксессуарах, и практически затронут абсолютно все, что нас окружает. Да, красота скорее, здоровье мы, наверное, не трогаем, ну, как бы тоже как часть, но мне кажется, это тоже, соответственно, неотъемлемая составляющая твоего имиджа. Ты должна красиво выглядеть не только с помощью одежды, ну, там, прическа, макияж, ухоженная кожа, все это, конечно, части современной девушки. Что мы можем сказать с вами про новый выпуск в этом году? Он сдвоенный, насколько мы знаем. Январь-февраль у нас, да, обычно сдвоенный первый, зимний выпуск, мы объединяем зимние месяцы, и, соответственно, даем немножечко что-то про верхнюю одежду, и делаем большой-большой такой гид и обзор по нижнему белью, потому что в феврале, да, как мы все знаем, у нас большая череда праздников, ну, февраль-март, да, то есть начиная с 14 февраля, 23, 8 марта, праздники, так сказать, для двоих, где новое красивое белье, в общем, я очень надеюсь, девушкам пригождается часто. Слушайте, ну, любопытно, вот это обязательно надо изучить поподробнее. Таня, я хочу узнать, скажи, пожалуйста, все, что появляется в журнале, это целиком и полностью твоя идея? Это или твое одобрение чаще всего? Или выполнено хорошо задание данное тобой? Вот, скорее, последнее, да, потому что все-таки я же его не одна делаю, у нас есть команда, но команду направляет главный редактор, и, соответственно, никакие полосы, ничего не проходит мимо моего внимания, так что, да, наверное, могу сказать, что ничего не случайно, да. То есть каждая фотография отобрана, в общем, тоже, можно сказать, одобрена, скорее всего. Отобрена, да, одобрена, отобрана. Всегда ли главный редактор присутствует на съемках обложки, например, то же самое? Если я не в командировке какой-то, то я обязательно участвую, и чаще всего это мой концепт, моя идея, и с которой мы реализуем с помощью стилистов, там, команды, фотографов, но это очень важная история, обложка, и, естественно, на ней обязательно должен присутствовать главный редактор. Но это как лицо человека, так и лицо и журнала. Ну, конечно, это самая обертка та же самая, то есть, если бы рука твоя потянется, заинтересует твой глаз, либо нет. Этот журнал, он прежде всего, наверное, женский, да, можно так сказать? Хотя мужчинам все-таки рекомендовано полистать и почитать, особенно тем, которые часто задаются вопросом, что подарить, что подарить, как быть, и чтобы угодить, и не промахнуться, и так далее. А уж тем более... Да, чтобы они потом не задавали глупых вопросов, а это ты типа по-модному сейчас нарядилась. Да, дорогой, посмотри журнал и не сдавай таких глупых вопросов. Танюш, ну раз уж так мы заговорили про модно одеваться, давай, конечно, перейдем к теме, наверное, тенденций как раз модных. Весна, лето 2018. Твой взгляд на это, и к чему нам быть готовым, и к чему уже присматриваться? Угу, сезон очень красивый, очень яркий, очень такой... Основные тенденции лежат в области цвета, цветосочетаний, принтов, и это очень здорово, потому что весной, конечно, и летом мы как никогда можем себе позволить разнообразие ярких красок. И, собственно, вот первая одна такая из главных тенденций, это, что касается цвета, это красный остается, он был осенью, мощно так заявлен, total look такой, когда ты полностью одеваешься в красном цвете. Розовый, лавандовый, да и вообще вся пастельная гамма, она традиционно весной и летом популярна, но вот этим сезоном звучит особенно громко. Очень красивое сочетание, необычное, такого давно не было в таком большом количестве, это сочетание оранжевого и розового. Очень необычно, да, я посмотрела. Смотрится очень эффектно, то есть это не обязательно может, ну, то есть не 50 на 50, это может быть какая-то... Значит, ты обратила внимание, вот если повернешься... Да, вот практически, как в вашей студии оформлено, вы в тренде, ребят, вы поймали модную волну. А мне кажется, это у нас подсмотрели, поскольку у нас-то раньше появилось. Да, точно, точно, точно. Но на самом деле, это же правда, модные идеи, они летают в воздухе, вот часто задают потом вопросы, почему как так получается, что у несколького количества дизайнеров из разных городов, в Нью-Йорке, в Милане, в Париже показывают что-то схожее, потому что модные идеи, они действительно берутся из воздуха, из современной жизни, из того современного искусства, которое выходит в топе, и, соответственно, так рождаются тенденции. Это такая очень цикличная история. Да, вот про цвет, очень тоже красивая тенденция, это, так сказать, радуга, можно её назвать, это когда много полосок разных ярких, то есть не обязательно должно быть каждый охотник желает знать, где сидит фазан, как там красный, не в такой последовательности, да, то есть полоски могут быть распределены в свободный там своём каком-то варианте, в порядке, да, но главное, чтобы было много, и они были яркие. Это про цвет. Дальше интересная тенденция пластика, очень много пластика. Пластиковые плащи, аксессуары из пластика, пластиковая обувь, я думаю, что вы обращали внимание, когда, знаете, вот босоножки, туфли, и у них вот вместо кожаных пластиковые вставки. Да, конечно. Смотрится интересно, то есть особенно на фотографии, как будто у тебя голая нога, непонятно на чём держится, но специфическая, то есть надо как бы, чтобы стопа была в этом плане идеальной у тебя, потому что все недостатки сразу, так скажем, будут... Ну, насколько это удобно и комфортно, или здесь, конечно, идёт уже не о повседневности, да, наверное, о каком-то редком выходе. Да, конечно, это не о повседневности, это выход, ну, так, для красивых фотографий, для эффектного какого-то образа. Ну, раз уж я заговорила про аксессуары, скажу, что очень модно, блестящий аксессуар, глиттер, вот такие вот прям вот, ну, как глиттер, так и называется материал. Всё, что блестящее, это всё прекрасно, и теперь вот не надо ждать какого-то особенного повода, чтобы нарядиться в вещи с пайетками, нарядиться в вещи из глиттера, какую-то яркую, то есть это всё... То есть достаём все свои новогодние костюмы прошлых лет. Да, но есть небольшая хитрость, ну, как бы не хитрость, а правило, то есть вы достаёте, но в повседневной жизни, например, вы выбираете юбку в пайетках, лучше её тогда комплектовать, например, с простой белой футболкой и белыми кедами, или с белой рубашкой, или с чёрной водолазкой, если ещё не хватает. То есть ту матч здесь тоже может быть. То есть да, перебор, всё-таки с этим надо быть очень аккуратным, ну, и тем более, что это капризная тоже достаточно тенденция, она не на каждой фигуре смотрится комплементарно, если не всё идеально, это всё, конечно, подчеркнёт. Но при грамотном выборе и подборе это очень эффектно, это нарядно, это поднимает настроение тебе самой и, соответственно, окружающим тоже. Татьяна, прервёмся совсем ненадолго, очень интересно. Эх, я только прям взошлась. Давайте с нами, сейчас продолжим обязательно. Друзья, Татьяна Максимова у нас сегодня в гостях, главный редактор журнала «Космопулитен Шоппинг». Мы разговариваем о модных тенденциях сезона «Весна-оле» — это 2018. Уже запомнили красный плащ, запомнили пайетки, пластик, оранжевый с розовым, розовый, красный. Дальше продолжаем конспектировать дальше. В следующий раз, если мы остановились на пайетках, продолжу про декоративные всякие элементы, очень модное будет декорирование бахромой. Это могут быть платья в стиле как раз 20-х годов, великие Гэтсби, вот это всё, когда вот это оно... Спасибо хочется сказать дизайнеру. Да, дизайнерам огромное спасибо, потому что действительно, если что касается танцев или тоже каких-то мероприятий, вот это как раз вещи с бахромой, они как раз очень красиво смотрятся, в движении, всё живёт, и как бы появляется энергия у тебя, и вокруг это очень красиво. Но это могут быть и просто отделка, например, на рукавах пиджака, или просто внизу юбки, то есть не обязательно всем покрываться бахромой, но элемент очень тоже эффектный. Дальше я хотела сказать про тренчи. Они тоже обычно из серии такой must-have базы, да, модной, но в этом сезоне дизайнеры решили пофантазировать, и тренчей много, но они все какие-то очень такие необычные. Они либо с вышивкой, они либо как раз с бахромой, они либо с обликацией, либо чуть-чуть какого-то деконструктивного кроя. Ну, то есть база остаётся цвет тренч, да, классический такой песочный хаки, а дальше уже вот можно пофантазировать. Потому что тренч действительно очень практичная форма одежды, особенно в наших широтах, когда мы можем его носить всё лето от июня до августа легко. Дальше тоже, что касается базовых вещей, очень модно юбка-карандаш. Юбка-карандаш, который тоже, как мы с вами начали уже говорить, в гардеробе каждой девушки наверняка найдётся, но лучше, если это будет не классический офисный вариант, когда просто чёрная или коричневая, или в полоску юбка-карандаш, а всё-таки какая-то с принтом, опять-таки, какого-то у неё необычного цвета, возможно, в стиле 70-х такого, какой-нибудь маджент. Ну, в общем, то есть да. Опять красная кожаная, например. Да, красная кожаная тоже будет очень хорошо. Ну и лак, он вообще, в принципе, так звучит, звучит на подиумах. Вот. Так, про это поговорили. Потеряла мысль. Скажи, пожалуйста, Данечка, мужчинам-то на что ориентироваться? В одежде? Да. Ну, мужчинам в этом плане проще. У них как бы с тенденциями, вот как раз, если у них, так мне кажется, честно говоря, притянуты иногда за уши. Но самая, наверное, громко звучащая и нужная тенденция в мужском мире, это такое сочетание классики со спортом. Когда, ну, это не секрет, что это не то, что можно, а уже прям нужно носить костюмы с кедами, с кроссовками. Если мужчина не смелый, это могут быть классические белые, это беспроигрышный вариант. Если с большей фантазией, может поискать какие-то более интересные варианты, там, носки цветные. То есть такое сочетание спорта и классики для мужчин, наверное, важно. Ну вот. А что касается спорта для девушек, спортивные костюмы вот эти нарядные, шикарные, остаются? Ну, как, это не спортивные костюмы. То есть спорт тоже, это спорт шик, да? Спорт шик, да, как правильно сказать? Спорт, он забил себе, мне кажется, место на подиумах в списке тенденций. Уже на века никуда не денется, ну, потому что это удобно, это красиво. И огромное пространство для фантазии дизайнеров, потому что можно использовать элементы из спортивной одежды, добавлять элементы из протопорте, из высокой моды и получать что-то новое. И вот именно этот, наверное, сезон так и характеризует, что касается спорта, тенденцию. То есть это не спортивные костюмы. И если ты не наделал кроссовки и платье, ты уже спорт шик, нет. Тут должна быть какая-то вот элемент элегантности. Вот все-таки посмелее, такие порезче контрасты. Например, блузка более классического плана со спортивными, да. Ну, брюки на резиночке, завязками, с лампасами и, например, что-то там с какими-то классическими украшениями. Про украшения, кстати, тоже аксессуары. Очень модно этим летом будут крупные серьги. Крупные такие прям вот огромные серьги. Ну, наконец-то. Да, те, кто носит... Кольца или необязательно? Нет, даже не кольца, а вот прям такие люстры. Да, такие прям сложно сочиненные. Конечно, бижутерия, не драгоценная. Мы все-таки не на красной ковровой дорожке. Мне кажется, это вот тем, у кого правильный овал лица, кто носит забранные волосы, это очень эффектно, очень красиво. Ну, это да, еще и шею подчеркивает. В общем, в этом тоже большие плюсы, колоссальные. Ну, с такими опять тоже совет сразу дам. Лучше не перебарщивать тогда. Это очень многоберущий на себя аксессуар. Тогда вот низ лучше поспокойнее. Я знаю, что ты в своих журналах, выпусках журнала «Космопольтный шопинг» очень много времени и статьи уделяешь как раз девушкам-женщинам с нестандартными фигурами. То есть не с теми стандартами, которыми диктует асимметрия, о которой ты пишешь и говоришь. Скажи, пожалуйста, насколько это необходимо, как тебе кажется? Что, говорить о девушках с нестандартной фигурой? Ну, в общем, да, пользуется ли это популярностью? Конечно. Даже так, не то, что нестандартные, я использую другое слово. Как раз-таки, наверное, наоборот. Женщины с жизнью. Стандартные, скорее, те, которые образцовывают. Да, модели их как бы даже не половина, да, девушек худых и высоких, на которых идеально смотрится любая вещь. Почему модель? Ну, метр восемьдесят, сорок килограмм феса, на такой фигуре будет смотреться все, конечно, хорошо. А в обычной жизни мы разные. Мы даже, если, может быть, худые, ну, в общем, у всех свои нюансы. Конечно. И поэтому я настаиваю, что мода, она для всех, мода для каждого. Поэтому просто надо уметь понимать себя, понимать особенности своей фигуры и с помощью одежды уметь подчеркивать то, что нужно, почеркнуть и убрать то, что не нужно. Хочешь спрятать, да. Да, правильно. Друзья, мы прервемся ненадолго, у нас музыкальная пауза, и продолжим общаться с Татьяной Максимовой. Оставайтесь с нами. Спасибо, Таня, большое за то, что рассказала нам немножко про модные тенденции, если кто-то здесь не следил. Она сейчас подарила настроение весеннее, этим зимним мороженым днем. Да, 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 я уже заставила задуматься девочек о том, куда пойти, что купить. Ну, кстати, вот как раз журнал, наверное, указывает, где что можно купить там по доступной цене, да, как правильно это все миксовать и, конечно, применять в жизни. Татьяна, скажи мне, пожалуйста, как происходит это вообще в мире моды? Кто выдумывает вот это все? Бахрома, красный плащ, оранжевый с розовым. Правильно ли я понимаю, что это как раз те самые высокие бренды, которые там существуют уже сто лет, и всем известные на слуху, и, конечно, очень дорогие там Prada, Gucci и так далее, и тому подобное? Ну, да, если совсем издалека зайти, то, в принципе, и они тоже, то есть как бы все начинается с тканей, да, то есть где-то они сначала, появляются первые тенденции на уровне производителей тканей. Из них уже там собираются дальше какие-то образы, но большие дизайнеры могут себе позволить, конечно, заказать свои индивидуальные уникальные принты, цвет и прочее. Дальше, да, большие дизайнеры такие, как, ну, как большие, именно уже именитые, доказавшие своей работой, что они креативные, что они идут впереди, не боятся делать что-то неожиданное. Это вот Мюччо Прада, собственно, глава дома Прада. И сейчас вот это вырвался очень дом Gucci. Я вообще считаю, что это такой феномен на модном рынке. Это со сменой дизайнера произошло. Александра Микеле года, все время забываю, уже так время летит, уже года, наверное, 2-3, как он показывает. И после предыдущей Gucci, где было все очень строго, лаконично, в таком вот идеально выверенном таком стиле Фридо Джанини, то вдруг пришел Александра Микеле, который просто снес вообще всем голову. Все цвета, все цвета. И это вообще очень показательная история, потому что он, по большому счету, гениальный стилист. Он человек, который может собрать вот эти вот странные луки, которые тебе в голову даже никогда не придут. А вот это он как-то все комбинирует, плессировку, блески, берет, что-то там от 70-х, что-то из 80-х, все это в одном образе. И первые там его показы, они вызвали шок. Ну, как бы, да, удивление, что это вообще такое. Но если вы сейчас посмотрите на любой магазин масс-маркета, вы увидите, что, в общем-то, Александр Микеле прогнул всех. Все, что мы видим в его коллекциях, не в таком ярко выраженном стиле, но сглаженном, более коммерческом, более массовом, но так или иначе присутствует в масс-маркете. Вот, например, даже далеко ходить не надо, плессированные юбки, которые в прошлом году заполонили все магазины, блестящие, золотые или вот там серебряные. Это, собственно, привет Гуччи, Александра Микеле, года там полтора назад его хедлайнерский показ. Собственно, так, да, это происходит. То есть есть какой-то пул дизайнеров, которые задают, они идут так на два-три шага вперед, и с них уже потом по низу соходящей копируют дальше. Но все же возвращается на круги свои. Я думаю, что уже те, кто пожили чуть больше 10-20 лет осознанно, они даже уже замечают о том, что все возвращается в моде. Значит ли это, что избавляться от вещей не нужно? Их нужно в сундук в какой-то складывать. Ну, от каких-то, да, от хороших, если вы бережно их носите, ухаживаете за ними, то да, я как раз из тех, кто хоронит, и потом хоп, и оказывается, что что-то опять вошло в моду и снова пригодилось. Татьяна, в журнале «Космополитеншопинг» можно ли найти российских дизайнеров? Можно. Мы любим российских дизайнеров, молодых дизайнеров, и, в принципе, пропагандируем русскую моду, так что да. Что происходит сегодня с русской модой? Если этого можно как-то коротко выразиться. Ну, происходит такая история, то есть индустрии как таковой мы пока еще все равно не можем, это будет слишком громкое заявление, если я скажу, что существует модная индустрия, она, конечно, есть, но это не прям такой поставленный на поток процесс, как в любой другой модной столице мира. Но есть положительный момент в том смысле, что талантливых ребят много, они, несмотря на то, что это коммерчески сложная история, трудозатратная, потому что массовое производство очень дорого делать, они делают в небольших партиях, в небольших количествах, соответственно, не могут поставить цену соответствующую, например, тому же масс-маркету. Но, тем не менее, талант, он никуда не девается, талантливых ребят много, и мне кажется, что это как трава такая, которая прорастет все равно, талантливые люди, и все новые имена какие-то будут звучать. То есть, несмотря на то, что у нас есть уже тоже свои, так сказать, мэтры, тот же Чапурин, Алена Ахмадульна, Александр Терехов, ну, естественно, Валентин Юдашкин, но он так уже... Ну, то есть не всегда доступны даже эти имена. Ну, они начали делать все вторые, как бы, вторые линии. Например, у Алены Ахмадульны очень хорошая линия, Дримс, Алена Ахмадульна Дримс, по-моему, называется. Там сильно все дешевле, чем в ее основной линии, и при этом сохраняется ее стиль, принты, если он кому-то подходит, симпатичен, потому что он такой особенный. Тоже можно себе позволить. У Александра Терехова тоже вторые линии появились. Ну и вообще я всегда тоже пропагандирую любознательность и интерес. И если вы любите моду и хотите хорошо выглядеть, не ходить по верхам, не ходить по основным масс-маркет именам, и потом встречать девушек в тех же нарядах, что и ты, а все-таки быть полюбознательнее, походить по шоурумам с русскими дизайнерами, по каким-то местам, не самым протоптанным дорогам. И обязательно найти что-то себе и доступное, и интересное. Ну, в общем, да, я, наверное, здесь тоже с тобой соглашусь абсолютно. Это говорит о чем? Что не сразу хватать, а сначала все-таки прибежаться, посмотреть, наверное, да, потом четко понять. Там можно взять эту вещь, там можно взять эту вещь и так далее, и тому подобное. В Инстаграм у тебя заглянула, хочу твои слова тебе зачитать. Никогда не любила леопардовый принт, из детства ненавидела искусственный мех, теперь же настойчиво пропагандирую и то, и другое почти в каждом выпуске журнала. Да, это правда. То есть леопардовый принт, значит, может находиться в нашем гардеробе? Да, он был очень модный в осень-зима, но если ты видел ту фотографию, под которой написала у меня этот леопардовый принт, он приглушенный, это шуба из искусственного меха, но не яркий такой, прям вот кошачий вырви глаз. Она темная, она не сильно привлекает внимание, но при этом выглядит интересно. И самая моя большая, уже зима практически у нас на исходе, я надеюсь, хотя там 8 февраля, но все равно. Искусственный мех, он теплый. Я вот уже проверена морозами, в нем действительно очень комфортно, и он такого качества, что многие меня спрашивают, что это, ну, кто это, с чего у тебя эта шуба. У нас были в гостях замечательные эко-дизайнеры, и в том числе, которые производят шубы из искусственного меха, полушубки какие-то коротенькие. Ну, в общем, достаточно симпатичная эта история. Да, очень. И тоже рассказывали, потому что даже минус 20 легко можно прожить. Да, это как раз тоже про одна из тенденций моды, да, если я тоже проговорю, что развивается она еще благодаря тому, что развивается технология. Технология выделки ткани, соответственно, производство искусственного меха, оно все, это несопоставимый мех, что было там 20 лет назад и сейчас. Он и по качеству, он выглядит лучше, и теплоемкие у него свойства, естественно, выше. Так что, да. И, соответственно, ты с искусственной шубой можешь себе позволить вообще бустой красок, очень красивый всякий, знаете, я вот там желтый теперь мечтаю. Во-первых, можно несколько себе позволить вместо одной натуральной, например. И, соответственно, да, желтый. Посмотрите, как красиво зимой желтая яркая шуба. Наверное, да. Особенно зимой такой хмурый, когда нет совершенно солнца в нашем округе, так скажем, у нас в Москве и так далее. Татьяна, что ждать читателям, модницам в мартовском номере? Ой, будет очень красивый номер, навеянный, естественно, тенденциями, о которых мы говорили раньше. И на обложке будет Регина Тодоренко. Очень красивая, яркая обложка. Я уверена, что вы ее заметите на полках. Очень она мне понравилась, Регина Тодоренко. Действительно, не зря стала одной из самых популярных телеведущих из «Городка Время», потому что она очень искренняя, очень открытая, трудоголик такой, очень хорошая. Но ты руководила съемками опять. Да, я была, собственно, да, и обложка опять нескромно подтверждает плод моей фантазии. Она такая необычная, я думаю, что вы оцените. И очень у нас будет интересный материал. Кстати, мы нашли героинь, ну, все знают, вот эти популярные шоу о преображении, модный приговор, перезагрузка, 24 часа. Мы нашли героинь, которые в них поучаствовали и проспросили... Как жизнь теперь после проекта. Да, после, действительно ли кардинальное преображение влияет на твою жизнь. И действительно материал получился очень такой интересный, душесчипательный, как я его называю, но при этом практичный, потому что на примере вот обычных девушек, как мы говорили с вами, не нестандартных там фигур, а просто обычных, там, с ростом от 150 и выше или ниже, там, с разными объемами, но которые до этого никак не относились к своей внешности, не понимали, зачем краситься модно, стричься и там наряжаться. И вот с помощью вот такого, как бы, вау-эффекта в программе их резко, так сказать, переформатировали. И вот те четыре, которых мы нашли, они действительно сохранили эти навыки, продолжили... А я ведь думаю, что не все далеко это сделали. Да, но вот мы нашли тех, кто все равно, как бы, это все применяют в жизни, действительно говорят, что это работает, и в первую очередь это один из, ну, как бы, часть терапии, потому что от внешнего тоже можно идти к внутреннему, это меняет и внутренний их образ мыслей, и образ жизни тоже. И это очень здорово, это тоже, что я стараюсь пропагандировать в нашем журнале, что не надо относиться к этому поверхностно, ну, с высока, что типа моды, это все какие-то глупости, одежда, нет. Нет, это все-таки все равно способ рассказать о себе внешнему миру, опять-таки поднять себе настроение, если тебе грустно. Вот мы на одной из лекций, мы с вами говорили, меня девушке спросили про красный цвет. Я говорила, что, ну, как бы, что, к чему он приводит. Я сказала, что когда девушка в красном платье, она в принципе себя ведет иначе, она уже не серенькая мышка, но на нее, естественно, будут обращать больше внимания, потому что она себя несет иначе. И это вот один из способов себя вытаскивать и устраивать свою жизнь. Так что я за то, чтобы относились к моде неповерхностно. Ну, а как тебе кажется, ты же общаешься очень многое с, скажем так, и дизайнерами, и с людьми, так или иначе, связанными с модой. Что говорят вообще про людей, про основное население, там, скажем так, регионов нашей страны? Как там обстоят дела с модой? Интересуются ли все больше и больше модными тенденциями? Или пока все-таки... Пока, ну, я думаю, что такая картина по стране, наверное, общая. Не то, чтобы прям все супермодницы резкие, но, в принципе, в крови, в женском менталитете русских женщин это все-таки наряжаться, да. К счастью, это вот и есть у нас такая история. Мы последние деньги можем... Хотя бы по праздникам, но... Да, последние деньги мы потратим легко на новые туфли, что не свойственно, например, женщинам немецким из Германии. И, соответственно, в принципе, у нас любовь и страсть есть к этому, но не всегда есть еще достаточное количество знаний и умение это применять к себе. Ну, вот у нас был один из героев журнала Александр Рогов, известный стилист. Он читает много мастер-классов по стране. И вот он говорит, что к нему очень много приходит, и до трех тысяч на мастер-классы, это считается, ну, в каком-нибудь небольшом городе, это действительно хорошая цифра. Можно собрать город, приехать, да, конечно. Да, и, собственно, интересуются. Побаиваются еще, знаешь, ну, насколько я знаю, несколько таких знакомых есть. Побаиваются моды, потому что боятся в одинаковом ходить все. Ну, то есть вот сейчас, очевидно, появятся красные плащи, и, скорее всего, их будет очень много. И там, выгляди, просто глаза разбегутся, и не узнаешь того, с кем идешь на встречу. Ну, я, честно говоря, буду только рада, если так будет. На самом деле, вряд ли, потому что, да, все равно на красный цвет надо крепый плащ, лаковый и красный, надо все-таки иметь определенную внутреннюю смелость, которой хватает не всем. Так что можно этого не бояться. Ну, это, опять-таки, про искусство индивидуальности. Не надо бояться быть, как все. Ты всегда из тенденции можешь выбрать что-то, что подойдет именно тебе. И одежда же такая история, как духи. На каждой девушке они звучат по-своему. Также и одинаковое платье на двух разных девушках смотрится иначе. Абсолютно по-разному, согласна с тобой. Даже если они рядом будут стоять, это, ну, только, наверное, злорадствующие такие товарищи могут сказать. Танюш, если очень коротко попрошу тебя рассказать о таких базовых вещах, которые обязательно должны быть в гардеробе. Пусть сейчас девочки прокрутят свои головы или откроют шкаф, посмотрят, чего нет. Хотя бы начну с этого. Это очень просто. Я думаю, что у всех есть. И это, надеюсь, уже как раз та информация, которую все знают, потому что практически все уже написали 105 книг на эту тему. Итак, конечно же, хорошие джинсы, хорошо сидящий деним. Мы, кстати, про деним забыли, по-моему, сказать, когда про тенденции обсуждали. Да. Деним тоже, как обычно, в моде. Но в этом сезоне темный, индига такой. То есть обычно он отличается какими-то полу-нюансами. Вот этим летом лучше обращать внимание на темный деним. Соответственно, хорошо сидящие джинсы – это действительно проблема. Вот найти джинсы, которые на тебя сядут хорошо, не увеличат нигде, не придадут там объема, ну, и тебя будут украшать. Это надо вот прям потратить на это время, не пожалеть и найти себе хорошие джинсы. Это белая рубашка, конечно же, белая майка, платье-комбинация из атласа, лучше шелка. Вот, кстати, атлас и шелка тоже очень ткань модная в этом сезоне. Это вещь очень базовая, платье-комбинация, не надо ее бояться, потому что ее дизайнеры из тридстайл-модники предлагают носить на той же самой белой футболке. Белая футболка, платье-комбинация сверху, белые кеды. И у тебя отличный элегантный, но при этом комфортный образ. Далее, что у нас в базе? Ну, платье, конечно же, я не скажу, что маленькое черное, и оно, конечно, тоже хорошо, но одно хорошее такое платье, не нарядное, не на свадьбу к подруге, а вот в театр, в ресторан, но красивого, хорошего кроя, интересного цвета должно быть у женщины обязательно, потому что свидание или какое-то неожиданное мероприятие может случиться в любой минуту, надо быть к нему готовым. Танюш, очень хорошо, что мы с тобой еще не все перечислили, время заканчивается. Это я к чему? Потому что, значит, у нас еще будет много встреч, очень будем рады видеть тебя. Татьяна Максимова сегодня в гостях была, главный редактор журнала «Космополитный шопинг», журнала «Процветание». Ждем свежий новый мартовский номер, ну и до новых встреч здесь. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.